Всем большой привет! Меня зовут Наталина, и сегодняшний видео целиком волосы будет посвящено новому выпуску от бренда Tati Beauty. Это несколько необычный продукт, это... я даже не знаю, как это называется Blendyful, то есть это Beauty Sponge, и их два. Один вот такой вот огромный, и один вот такой вот сердечко. Они, по идее, должны быть немножечко разные. Вообще, когда Tati анонсировала выход нового продукта, мне кажется, о таком никто и не мог подумать, но потом... Но потом в комментариях я увидела, что очень многие пишут, что Tati на самом деле очень-очень часто пользуется именно вот такими велюровыми спонжами. В общем-то, сегодня мы с вами будем разбираться с этим продуктом, потому что, конечно, многим он напоминает обычные вот эти спонжи, которые идут в комплекте с пудрами. Но... не знаю, у меня очень много пока вопросов. Я сейчас буду пробовать с вами первый раз наносить все этим продуктом. То есть, по идее, это не просто спонж для пудры, это спонж, с помощью которого можно наносить кремовые и сухие продукты и накрасить, типа, им все лицо. То есть, нанести праймер, тон, консилер, растушевать и так далее. Вообще, в видео от Tati она говорила, что вот, это вся упаковка. Кстати, где-то в этом видео я разыграю один набор. Они все продаются все наборами, по два, то есть вы в любом случае покупаете их два. Цена за два спонжа вот за этот набор составляет 18 долларов. Они называются Blendiful и Baby Blendiful. Очень миленько. Ну, вообще, Tati писала, что вот из серии вот такая упаковка, и типа на нее чуть ли не шлепается наклейка с адресом, но мне это пришло вот в такой упаковке. Я понимаю, что от этого не всегда можно отказаться полностью, но, например, ее палетки приходили в картоне, то есть в бумажной упаковке, и внутри тоже это все было в картоне. В общем, вот такой один наборчик мы с вами разыграем. Итак, я свой уже вскрыла, открывается, знаете, какой-то пакетик с приправами. Ну что, давайте я вас сейчас немножечко приближу и начнем наносить, собственно, продукты и тестировать Blendiful от Tati Beauty. Давайте начинать с праймера. Давайте начинаем с праймера. Tati вообще рекомендует наносить вот этим спонжем затирку для пор, но у меня даже нету сейчас под рукой ни одной затирки для пор. Есть только вот такой праймер, матирующий от Fenty, но он как бы по идее тоже затирает пор. Кстати, вот с ним происходит вот такая вот фигня. Короче, блин, а его можно вообще... да, можно выкрутить. Мне нравится размер. И, кстати, мне нравится. Я работаю, поскольку в качестве визажиста через пуховку, хотя сейчас я вообще не работаю визажистом, крайне-крайне редко. Очень удобно, потому что вот эта веревочка достаточно плотно сидит, и, в принципе, можно использовать это в качестве вот такой пуховки для работы. Так, ну что, вот этот спонж, он, кстати, намного более мягкий. Там внутри есть что-то, точно какая-то подушечка, а этот намного более плотный, то есть в нем подушка намного плотнее. Так, ну что, ладно, хватит болтать. Мне просто страшно намокать вот эту ткань, знаете, в праймер. Так, надеюсь, я правильно делаю. А вообще, Татья сказала, что это типа тот инструмент, да, к которому нужны инструкции, к которому нужно обучать, да, как им работать. Я, с одной стороны, не фанат этой концепции, потому что мне кажется, что это косметика, что это бери и беги, да, и красьте. С другой стороны, если это все-таки инструменты, да, такие там, как вот это, как какой-то там инновационный спонж, инновационная кисть, то, в принципе, да. Пока я, честно говоря, не вижу никакого отличия от того, как я наношу обычно праймер. Ну и поры я не скажу, что как-то там особо сильно затерлись, но просто у меня не супер ярко выраженные они, в принципе, поэтому затирки для пор я вообще не фанат этого продукта. Давайте дальше тонироваться. Я возьму палитру. Кстати, меня многие просто спрашивают, кто видел в золотом яблоке, когда я работаю. Это просто... Так, ASMR. Это просто камень. Я заказала его с Алиэкспресс. Это отрез, по-моему, аметиста, что ли. Мне очень нравится. У меня их было два, но один у меня не перенес падение косметички. То есть, если вы заказываете, это выглядит очень красиво. С этим очень удобно, кстати, работать. Но нужно заказывать именно вот такой округлый срез, потому что у вас тогда будет он без трещин. Но выглядит супер на самом деле. Ребята, мы снимаем. Это первое видео, которое я снимаю в новом помещении. Одна коллаборацию мы снимали с Андреем и Егором. Здесь нас с вами ждут, естественно, много новых звуков. Собака я еще не приводила, поэтому собака пьет, пока звука не будет. Но у нас, видимо, иногда будет звук океана какого-то. Давайте представим, что это океан, поскольку помещение это лофт. Тут самый практически подвал Андрея Петрова. Здесь много разных звуков, может быть. Так, тон я начинаю наносить. Вообще, я делаю вроде бы, надеюсь, все правильно, потому что тон нужно наносить как раз таким мажущим движением, и потом можно прихлопывающим. Так, я добавлю, пожалуй, чуточку бронзера, а то что-то какая-то я белая. Ну, очень удобно, знаете, то, что очень быстро можно покрыть большую поверхность лица. И, кстати, здесь волоски идут в ту сторону, а я, видите, против роста волосков, против роста волосков наношу. Это нормально вообще или мне надо наносить вот так? На самом деле, спонж я забрала с почты только сегодня. Прошло уже две недели с релиза, и то, что меня несколько удивляет, то, что у Тати пока вышла там только презентация, да, ну, то есть видео с презентацией, вышло видео с Шарлоттой Тилбери, где она пользуется спонжем, но пока не вышло видео, где она, собственно, показывает прям на 100%, как этим всем пользоваться. Нету прям туториала. Мне пока не нравится нанесение, потому что я прям четко вижу, как все это дело полосит. По идее, этот спонж его можно по-всякому там загибать, чтобы подобраться ко всяким таким местам. Мне это очень сильно напоминает спонж от Beauty Blender, который уходил одно время. Они его позиционировали, насколько я помню, как такой спонж для touch-up, там засовываешь внутрь пальцы, и там вот точно такой же материал был снаружи, а внутри какая-то такая гелевая подушечка типа. Ну, я чувствую себя немножко странно, как будто я просто тряпкой себе вожу по лицу. Ну, мягко, конечно, но тряпкой. А в некоторых местах инструмент этот полосит, и в этих местах приходится дополнительно проходиться прихлопывающими движениями. Нанесение по плотности, наверное, что-то среднее между кистью Artis и Beauty Blender. Мне совсем не нравится, знаете, как это наносится в районе носа. Давайте попробуем консилер растушевать. Нанесу на лоб, на подбородок. Ну, как обычно, ребят, вы знаете, чуть-чуть консилера. Этот спонж не забирает в себя продукт. Блин, это что такое? Он не забирает в себя продукт, поэтому тут, наверное, и моя ошибка, то, что я нанесла побольше консилера с расчетом на и серии Beauty Blender, потому что Beauty Blender, он все-таки забирает часть продукта. Так. Знаете, я сейчас после отпуска, после загара и после самолетов, и у меня кожа, знаете, очень тяжело переживает всю эту акклиматизацию, поэтому она где-то очень сухая и какая-то не особо хотящая принимать какие-то средства. Я вижу, что у меня и шелушение как-то подчеркивается немножко, хотя по идее вот таким вот движением они, наоборот, должны приглаживаться. Здесь надо очень себя контролировать в том плане, какой именно поверхностью вы что наносите, то есть вы такие раз чувствуете, что у вас уже здесь там много продукта, и там дотушевываете более пустую поверхность, но это, в принципе, может быть и удобно. Дальше я возьму скульптор от Huda Beauty в оттенке Light. Значит, я уже сняла мазок на свою палитру. В общем, я не думаю, что этим спонжем можно наносить этот продукт, потому что он, скорее всего, весь запачкается. Поэтому я нанесу именно кистью, а дальше уже растушуем. Давайте перевернем, что ли, спонж, и теперь волосками вниз он будет смотреть. Посмотрим. Так. Ну, мне кажется, что вот таким вот просто прикладывающим движением немало, что происходит. То есть приходится чуть-чуть подсмазывать, как... Блин. Блин, когда начинаешь подсмазывать, уходит вообще все. А когда ты вот так вот просто себя избиваешь, во-первых, ты себя реально избиваешь, потому что здесь вот этой подушечки, ее недостаточно для того, чтобы она... То есть она недостаточно мягкая. То есть, видите, что-то происходит, но все равно так, ладно, нет. Попробую вот эту сторону, где был тон. Ну, вот так что-то начинает, мне кажется, происходить. Ну, мне кажется, спонжем или кистью я бы уже давно это все разнесла. И видите вот эту четкую линию, которую я нарисовала себе достаточно высоко, потому что обычно растушевывается продукт вниз. Она как-то вообще вниз не захотела ехать. Ну, поскольку у меня здесь вот пальцы, она достаточно тонкая. То есть я прям чувствую, как я себя хреначу пальцами. Ну, пока я могу сказать, что мне не нравится. То есть всегда приходится чуть-чуть как бы подсмазывать. И просто я не совсем понимаю, это нормально, что мы как бы подсмазываем это против шерсти. Мне просто кажется, что логичнее вот по росту шерсти подсмазывать. Я предлагаю совершить косметико-хульство и просто его таким макнуть. Просто взять и вот сюда так чик и посмотреть, что будет. Ну, вообще мы можем с вами посмотреть на то, как работает шерсть. Вот, кстати, на палитре очень классно все это видно. Вот, то есть видите, вот такой шлепок оно все оставляет. И в чем проблема вот этих тряпок? То, что оно, если в одно место набрало много продукта, распределить уже будет фактически невозможно. Но вот сейчас подраспределяется уже за счет того, что продукта там много, уже поинтереснее. И я сейчас по росту шерсти распределяю. То есть у меня сейчас волоски смотрят вниз. Это, то есть вот этой большой жопкой я делаю. Ну, вот так мне нравится уже побольше. Так, а давайте мы... Может быть, просто здесь надо красить по росту шерсти. Ну, да знаете, еще разберись, блин, куда шерсть у тебя растет. Блин, так, что происходит? Шерсть. Смотрите, у меня здесь шерсть легла, видите, вбок, а здесь она вниз. И тут, блин, я вообще не понимаю, что происходит. Как-то это все очень странно. Это нормально вообще, нет? Если здесь она хоть ложится вбок, вот эта меховушка, но если вы красите против шерсти, то у вас шерсть будет вставать. А давайте мы попробуем. Вот тут у нас шерсть смотрит наверх. Мы наберем здесь продукт и попробуем нарисовать как бы против шерсти. Так, перевернем. И здесь мы попробуем по росту нарисовать. Мне кажется, характер нанесения линий тоже нам дает понять, как лучше все это делать. Смотрите, когда мы наносим по росту шерсти, получается просто гладкая такая достаточно линия. Но тут на самом деле понять, как сделать уровной, достаточно сложно. Когда же мы наносим, видите, когда шерсть наверх, когда мы против роста шерсти, то линия вся такая смазанная получается. Насколько я понимаю, про направление ворса Тати ничего не говорила в своем видео, но мне кажется, это достаточно важно, потому что результат реально отличается. Я набираю каплю тона и наношу сверху на нос, чтобы перекрыть полоски. А, ну вообще, кстати, вот, видите, Тати Бьюти, вот так. То есть, в принципе, наверное, и надо вот так наносить. В общем, если вы берете острой стороной вверх, вам нужно мазать вверху вниз. Если вы берете вот так, то снизу вверх. Ну, если мы все-таки ориентируемся на направление роста шерстки. Давайте попробуем нанести немножечко сухого бронзера, потому что заявлено, что, в принципе, можно все лицо сделать спонжем и сухими, и кремовыми продуктами. Я просто им закреплю то, что я уже нанесла. Мне не нравится, как лежит тон, потому что он, знаете, как-то... Вот наносишь, когда бьюти-блендером, тон прям такой входит в кожу. Наносишь кистью Артиз, она создает достаточно такой тоненький полупрозрачный слой, но без каких-то пятен, и вы прям вот видите кожу, то есть тон как бы сливается с ней один и тот же. Это мой сейчас любимый тон, Laura Mercier Flawless Fusion, и он как-то сидит как будто сверху кожи. Плюс, мне кажется, в любом случае эта штука не для всего, потому что если тон будет очень жидкий, мне кажется, очень большая вероятность того, что он будет... Ну, это тряпка, что оно будет его впитывать. Давайте нанесем румяна. Вообще вот мини-блендифул, бейби-блендифул. Так, румяна. Страшно. Он подразумевается как предмет, инструмент для тачапов, то есть вы берете с собой, если у вас, например, в этой зоне что-то поехало, я обычно для этих целей использую, я ношу с собой пудру от La Prairie, маленькую такую, и там есть спонж. Я обычно им все подправляю, я не люблю вот эти матирующие салфетки, потому что они как-то... Ну, если у вас очень жирное лицо, да, вы можете ими прорабатывать, но у меня я вот вижу, что косметика может начать чуть-чуть расслаиваться, и спонжем я просто чик-чик прихлопываю, и все хорошо. То здесь я не совсем понимаю, а как предполагает Татя, предлагает его брать с собой просто в косметичку, и пусть он там мотается вообще со всеми продуктами, то есть у него нет никакого дома, как его можно взять с собой. Мне что-то не совсем этот момент как-то понятен. Румяна, в принципе, мне кажется, хорошо нанеслись, не возражаю. Дальше у нас с вами пудра... Боже, я уже просто... Сколько можно мучиться с куском тряпки? Ладно. Пудру я возьму от Лоры Мерсье. Опять же, вот непонятно, какой стороной наносить, то есть в какую сторону выдержать. Ну, короче, давайте я не буду просто париться, и буду его просто вот наносить... О, кстати, пудра классно наносит. Пудру прям... Ну, потому что это, блин, пуф для пудры. Слушайте, мне это напоминает, знаете, у Патрик Стар видео... Я не знаю, я давно не смотрела, правда, но он обычно всегда запудривается. Знаете, он прям берет пудру и так... И огромными спонжами запудривает все лицо. Слушайте, вот пудру очень классно, очень красиво наносит. При том, что у Лоры Мерсье эта пудра, она хорошая для закрепления, такая матирующая, но она не там супер как-то выглаживает поры. Мне нравится. С пудрой мне прям очень понравилось. А что у нас, собственно, осталось-то? Хайлайтер? Ну, давайте нанесем еще хайлайтер. Вот тут мне не очень нравится, потому что тут такой размер, и знаете, хоть Татя и говорит, что его можно как угодно сгибать, но захочется ли вот заниматься вот этим оригами просто на максималках, я не знаю. Но хайлайтер, должна сказать, что тоже симпатично наносят. Единственное, что его надо в бараний какой-то рук, блин, для этого скрутить. Вот этот спонж слишком плотный, и мне кажется, если им снимать какие-то излишки, хочется, наоборот, какой-то большей мягкости, потому что вот его согнуть вот так вот, видите, он как-то становится какой-то каракуль просто. Каракуль тебе налицо. Что это? Ему не очень удобно куда-то подлезать. И вот он позиционируется как не для нанесения, а как именно для того, чтобы подправить мейк. Но он для этих целей прям очень плотный. Как-то это... Короче, ребят, ну это все странно. Реально, у меня такое ощущение, как будто я тряпкой из микрофибры просто такая наношу макияж. Почему бы и нет? Нет кисти, возьму тряпку. Ребята, в общем, показываем вам весь тот ужас, который у меня с кожей на макрообъективе. Имейте в виду, что это именно макрообъектив, он не обычный объектив, а типа такого, который просто приближает, да, и все. То есть вот здесь, например, вот так вот меня дальше показывают, вот так вот ближе. У макро именно задача подчеркнуть всю-всю-всю текстуру, поэтому в жизни, конечно, это выглядит лучше. Ну и вот с такого расстояния меня вряд ли кто рассматривает, я надеюсь. В общем, что я могу сказать? Здесь у меня прыщик, такое покраснение. Мне совсем не нравится, как здесь лег продукт. Видите, он куда-то уезжает. Но, повторюсь, у меня этот тон всегда очень хорошо выглядит на коже, на макро, там не на макро, вообще без разницы. Опять же, вот эта вот зона под глазами, ну, мне кажется, ну, вы все видите. Кожа выглядит очень сухой, она и есть сухая, но вот так вот плохо, чтобы у меня выглядела косметика под глазами, это редко бывает. И вот эта зона меня тоже очень смущает. У меня здесь, видите, очень странно лег тон. Опять же, за ноздрями все собралось. Обычно с этими тональными средствами, со всеми этими продуктами у меня такой фигни нету. То же самое вот здесь. В общем, кожа выглядит текстурированной за счет того, что тон просто вот не как-то не уселся, не впитался. То есть, он, знаете, как такой... То есть, он такой, как... Не знаю. Короче, сидит прям поверх кожи, и мне не понравилось. Единственное, где более-менее нормально все выглядит, наверное, на лбу, вот эта часть лица, это центр лица, вообще все очень плохо. Бам! Включение просто и совершенно другого дня. Я решила сделать что? Я решила заняться снова макияжа хульством. Я хочу разрезать этот спонж. Я решила, что, да, конкурс, он остается. Ну, я себе оставлю просто второй комплект. Я просто закажу на ваш адрес новый спонж с сайта Тати Бьюти. Так, ну просто, видите, я ему делаю стрижку, смотрите. Видите, можно ему чуть-чуть пофилировать кончики. Мне просто очень интересно, что там внутри. Я, кстати, им пользовалась, и во многих видео вы сможете увидеть, мне им очень понравилось в итоге наносить пудру. Короче, здесь просто поролон внутри пришитый, просто тупо поролон. Но он, кстати, у меня не запачкался. Но это просто вот самая обычная вот такая поролоновая фиговина. А вот это, смотрите, просто тряпочка. Мне кажется, из такого материала делают эти спортивные какие-то костюмы. Не знаю, что это такое, мне кажется. Так, ну и давайте разрежем тоже малыша. В нем какая-то более плотная подушка. Ой, у малыша, кстати, другая ткань. Она такая больше, как плюшевая игрушка. Изнутри он на какой-то клеевой, на флизелиновой типа основе, что ли. А внутри это вот какая-то сетка, намного более плотная, чем поролон. Ну, в общем, вот такие дела. У меня есть грустная традиция. Когда я заказываю что-то в двойном экземпляре для того, чтобы устроить конкурсы, розыгрыш для вас, обычно это оказывается не очень. Но, тем не менее, если вы хотите выиграть набор вот этих спонжей, то все, что вам нужно сделать, это подписаться на мой канал, подписаться обязательно на мой инстаграм и в комментариях к этому видео оставить осознанный комментарий и указать также ваш ник в инстаграм. То есть пишите, что ой, какое классное видео, собачка и название вашего юзернейма в инстаграм, чтобы я смогла с вами связаться. Конкурс открыт по всему миру, доставка, естественно, за мой счет. И также вся информация по поводу конкурса будет указана внизу. В общем, давайте поговорим про про эту, про этого товарища. У меня здесь есть инвойс. Я не помню, платная у меня была доставка или бесплатная. Инвойса здесь, кстати, нет. Здесь просто вот заказ, и при том, что нет у ней адреса, ничего. Это, насколько я знаю, не совсем корректно, должно быть все указано. Так, в общем, набор стоит 18 долларов и доставка стоит 9,95. Когда я заказывала палетку, насколько я помню, было то же самое. Нет, палетка, кстати, доставка двух палеток стоила 13 долларов 95 центов. Я буду заживаться, что это зависит, наверное, от веса. Ну, в принципе, достаточно терпимо. Приходит все очень быстро, все отслеживается, все круто, все здорово. У Тати, что это, как это назвать, что эти тряпки, что палетка, это, в принципе, перманентный артикулат, это перманентные товары в ее коллекции, поэтому она говорит, что я не хочу, чтобы вы торопились, бежали, роняли тапки и такие, боже, все закончится. Ну, потому что за этим действительно не надо бежать, роняя тапки. Вообще нет. Я пытаюсь проанализировать то, что случилось и понять, где что-то пошло не так. Безусловно, я допускаю, что все мы наносим на наш макияж по-разному. Я раньше, знаете, как любила наносить тон. Я просто вот так вот делала себе тон в руку, вот так вот, по всему лицу практически, и потом спонжем его просто прибивала. Мне это занимало, ну, не знаю, ну, полминуты, ну, может, минуту, да, если не утрировать. Было все очень хорошо, все очень быстро. Зависит от того, какое тональное средство наносит. Сейчас мой любимый способ наносить любые продукты кремовые на лицо. Это кисть Артиз, которая со мной, наверное, появилась буквально спустя полгода начала моего канала. Я ее обожаю. Это моя самая любимая кисть для нанесения тона. Короче, кисть Артиз, это просто вершина эволюции, мне кажется, кистей для макияжа. Что касается этих спонжей, я в замешательстве. 18 долларов, это, ну, не прям дешево, это 1200 рублей. Вот такие духовки идут к дорогим, там пудрам, ко всем, в принципе, в подарок. Потому что вот этот Baby Blendy Full, прости, пожалуйста, малыш, мне нравятся формы, то, что он плотненький, это тоже может быть удобно, но это не точно. И мне непонятно, как его брать с собой. То есть, если Тадди позиционирует, это что? Бери с собой, поправляй макияж, а прости, родная, как? Мне просто это кинуть в косметичку? Ну, как бы, мне кажется, это, мягко говоря, не очень гигиенично. Какой-то пакет для этого, я вообще ку-ку что ли с пакетом ходить? То есть, это знаете, как бабуля в театр приходит и такая из пакета начинает йогурт доставать, потом ложку металлическую и вот это вот все. Или банку, в которой котлеты с пюре. То есть, ну, вообще, как бы все нормально, нет, с пакетом еще ходить со спонжем. Мне кажется, мягко говоря, странно. У Beauty Blender были потуги сделать блатерации, по-моему, это называется. Вот там такой пластиковый контейнер, там два листочка, материала, кстати, ну, это прикольная достаточно идея, там хотя бы контейнер с зеркальцем, что ты его открываешь и промакиваешь этими листами, которые с точно такого же материала, как Beauty Blender, сделаны. Но я предпочитаю просто обычную пуховку в пудре в La Prairie. Я точно так же все это промакиваю и все это прекрасно, потому что вот этот Baby Blendiful, я еще повторюсь, он толстенький получается. Не знаю, не вижу в этом вообще никакого смысла. То есть, ну, я это буду, единственное, как использую, то есть, когда я кого-то крашу, ну, вот опираться вот таким вот образом. Блин, смотрите, она погнулась еще. Короче, нет, тряпка, пойди отсюда. Вот это для меня, ну, тоже просто тряпка. Также мне это очень сильно напоминает, это вот точно такое же покрытие на варежках, которыми наносят автозагар и которые идут бесплатно в комплекте просто. Реально точно такие же вот эти вот мохнатки, вот эти волосы. То есть, ну, продавать это за 18 долларов, ну, я не знаю, это произведено в Китае. Мне кажется, у этого, честно говоря, себестоимость центов 5-10, наверное, вот, ну, что-то такое. В пределах 10-15 рублей, мне кажется, это стоит себестоимость, а так 1200. Ну, в принципе, в косметике так и есть, наценка в среднем в 10 идет раз. Я не могу оправдать вот это вот все ничем, потому что это даже не столько тот инструмент, которому нужно пояснять, как им пользоваться, им нужно реально задумываться, как ты им пользуешься, смотреть, в какую сторону у тебя растет шерсть, в какую у тебя сторону как что ложится. Я не вижу в этом смысла. Татья говорит, что это можно пойти там быстренько помыть и высушить, феном, ну да, возможно, окей, спонж, бьюти-блендер тоже он остается там мокрым, он просто пошел помыл и его все оставил, да, до следующего раза. В этом я не вижу какой-то проблемы, можно мыть в стиральной машине, ну, стирать в смысле, да, в пакетике. Ну, я правда, я даже не знаю, что сказать, мне очень хотелось и хочется поддержать Татья, потому что я ее люблю и очень уважаю как блогера, но это, ребят, ну это просто две тряпки за 18 долларов, ну плюс еще доставка. Я удивлена и при этом вообще неприятно удивлена, скажем прямо. Я думаю, что если бы оно работало хорошо, то пусть оно стоит хоть 50 долларов, если предмет выполняет свою работу, но здесь я не чувствую, что предмет выполняет свою работу. Моя кожа выглядит объективно плохо, да, безусловно, она сама по себе сейчас достаточно пересушенная, повторюсь, после загара, после перелетов, я долго, я по две недели где-то восстанавливаюсь, после этого, плюс у меня климатизация, я там плохо себя чувствую, ну короче, то есть есть вот такие вот моменты, которые надо просто пережить и переждать, но я наносила кистью Артиз, и все было нормально, я наносила Beauty Blender, и все было нормально. Вот это вот, что такое за ноздрями? Ну, нет, единственное, для чего мне понравился этот спонж, это для нанесения пудры. Пудру он наносит очень красиво, желательно наносить вот таким вот образом, если снизу вверх, и вот так вот, если вы наносите это сверху вниз, чтобы у вас шерсть не стояла вот так вот дыбом, потому что тогда это все будет очень сильно полосить. Такие пуфики как бы и делают, извините, либо для пудры, либо для нанесения автозагара. Я думаю, что я буду наносить этим автозагар на лицо и на руки, потому что, мне кажется, это единственное, зачем это нужно, потому что пудру я наношу обычным бьюти-блендером, не вижу смысла его менять вот на это. Поэтому, ребята, напишите, пожалуйста, внизу, что вы думаете по этому поводу. Мне будет очень-очень интересно почитать, пока вот это вот кракульча тебе на лицо. Я расстроена, и я буду ждать новых выпусков от Тати, но должна сказать, что, например, витамина Halo Beauty я пью для кожи, и которые бежевые, ну, а не такой общий бат. Мне очень нравится, я просто в восторге, и сейчас, поскольку у меня проблемы с волосами, у меня на нервной почве выпал просто вот там вот клок волос, я заказала витамины, которые для волос и для ногтей, и для всего. Посмотрим, что они сделают. Это вот, кстати, мои волосы, без всяких там наращиваний, без всего, после священного обряда обрезания, ну, в общем, что имеем, то имеем, будем лечить. Поэтому вот на Halo Beauty я бы рекомендовала вам обратить ваше внимание. Палетка, я оставлю ссылку на обзор палетки, она вот очень противоречивая, и вот этот продукт тоже противоречивый. Короче, ребята, я расстроилась. Буду ждать ваших комментариев внизу, участвуйте в конкурсе, потому что, может быть, если вы получите это бесплатно, может быть, вы как-то сможете наслаждаться этим, и вам эти тряпочки принесут удовольствие. Спасибо вам огромное за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Ну, и мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok